Я писала такие письма, их же читать нельзя после того, как напишешь, да? Их не нужно читать, тебе все равно заново придется писать. Почему? Потому что после того, что у тебя вышло... Не возвращаешься к ним. Сейчас, нет. После того, что у тебя сегодня вышло, ты, я не знаю, поняла, не поняла, у тебя вообще другое мироощущение должно сейчас быть. То есть люди, у которых выбрасывают вот как у тебя, как вот у тебя, как... Потом кого тут еще вштыривало прям сильно. Вы парень, вот сын, да? У вас поменяется, вот у этих людей совершенно поменяется мир. То есть все, что было до этого, будет ощущение, что это неправда. Или не про тебя. Вы людей, с которыми вы сталкивались там 5 лет назад, 10 лет назад, вы не вспомните даже на лицо и по имени. Это странное ощущение, потому что весь этот период за тебя жила вот эта субличность, и тебя там не было. Когда я эту фигню вытаскиваю, то ощущение, как будто, ну, вот где это я был. Почему после проработки, когда вот раз там прокричался, вышло, потом ты сидишь и вдруг начинаешь плакать, потому что душа сожалеет о потраченном времени, что тебя не было. Это у пьяных очень часто проявляется, да? Трезвый такой хороший человек, 100 грамм выпьет, все, короче. Это вот демоны эти всковыриваются, и это совершенно не твои реакции. Поэтому тех, у кого вот выходило вот так явно, вы почувствуете себя совершенно по-другому. Это вот точка бифуркации, которая, когда жизнь меняется прям вот на 180 градусов сразу. Женщина, которая кричала, где она? Ты где? Вот, да. Я вообще думал, там Руфа лютует. А она, этот, прям на полпиццы ты меня остановила. На пути. Это не, я понимаю, у тебя то, что было, у тебя, ты чувствуешь, да? Дай микрофон, да? Чувствуешь себя по-другому? Дайте микрофон. Вставай, давай, не стесняйся. Потому что это один из таких случаев, которые прям, вставай, вставай. Что чувствовала в процессе, что с тобой происходило, что чувствуешь? Когда я здесь сидела, она меня накатывала. То есть вот, она накатила, и все, и закрыла. Такое ощущение, как будто вот здесь энергия, она мне не давала быть, что ли, я не могу это объяснить. Как будто здесь, вот мы даже сидели, обсуждали, почему все происходило там, а здесь не происходило ничего. У них такое же ощущение, что все происходило здесь. Ну, я ничего, мы просто сидели, обсуждали вот этот момент. Потом, когда я только вот отсюда вот вышла, вот буквально, меня начало трясти, у меня внутреннее состояние, у меня вот сюда, все. Я говорю, мне плохо, мне плохо, мне плохо. Я дошла до туалета, все, в туалете я... Упала? Нет, я не упала, я просто начала себя как-то контролировать. Ну, руки, ноги, тело, губы, как будто я уже пять суток не пила воду вообще. То есть, вот это вот состояние внутреннее, и все. Я себя уже никак не могла контролировать, и вот это состояние, оно вырывалось наружу, и поэтому вас пришлось пригласить. Смотри, то, что было у тебя, это страх смерти, раз. Это нежелание жить, два. И сколько раз ты маму уже похоронила у себя в голове? А, знаете, буквально вот 24-го числа был месяц, как прооперировали мою маму, ей сделали шунтирование, то есть была полостная операция, и как бы мы на эту операцию не собирались. Мы легли на коронарографию, то есть ей должны были проверить сосуды, нас все успокоили, сказали, в принципе, где-то процентов 90, у вас все хорошо, вы пойдете домой. И буквально на следующий день ей делают коронарографию, это был вторник, в четверг ей назначают операцию, потому что у нее 90% сосуды были закрыты. И сказали, что нужно делать срочную операцию. И в этот момент, естественно, у меня в голове все перевернулось. Вот этот страх, как бы получается, у нас четверо детей в семье, я старшая, и все проблемы, которые скапливаются, они… Они на тебе. Они на мне. То есть у сестренки проблема, она мне звонит, у братишки проблема, он мне звонит, у мамы проблема, она мне звонит, и то есть всегда в таких случаях, как бы я камень, да, то есть вроде я вот это вот никому не отдаю, то есть я скапливаю, видимо, внутри, а отдачи никакой нет. Поэтому… Молодец. Смотрите, человек, у которого вот такой сильный стресс, вы не сможете в этой аудитории сидеть спокойно. Когда твой стресс поднимется, ты не сможешь его держать. Я его чувствовала со вчерашнего дня. Вот это… Ты билет когда купила, скажи? Билеты я купила практически, можно сказать, в первый день. А, ну, долго мариновалась, хорошо. То есть я купила практически в первый день, это произошло абсолютно случайно, мне как бы… Ну, я собиралась на разные вот тренинги пойти, но именно вот в этот момент мне как бы вот… Появился. Да, шанс, вот это вот, билеты в руки, сказали, вот, ты не хочешь пойти? Да, билеты счастья. Ты не хочешь пойти? Да, я пойду, и все. Ну, то есть вот мне… Я даже сегодня тоже вопрос задавали, для чего вы все… Я говорю, я не знаю, для чего, меня ноги привели просто сами, я не могу сказать… Вот люди знают цель, да, допустим, они за деньгами пришли, кто-то еще за чем-то… Я не знала, вот меня ноги привели, я пришла сюда. Вообще деньги – это замануха, этот… Смотри, микрофон, вон, что-то тянулась девочка.